Спортфм. 100% футбола. 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 мысли, а теперь футбол-звезд. Вспоминают, естественно, футбол Ориго Саки, молодого Фабио Капелло, разнообразных там, как их звали, ну, в общем, много их звали там разных тренеров итальянских, включая кого-то, который все время ходил в кепке со смешной фамилией. Все они считались выдающимися тактиками. Может быть, так оно и было. Но я хочу сказать вот о чем, друзья мои. Это несколько такое серьезное очень заблуждение, что был футбол-мысли, а теперь футбол-звезд. Был футбол, в котором звезды ехали в Италию, в первую очередь, потому что одно от другого было неотделимо. И нынешний футбол Испании, он отнюдь не менее тактичен от слова тактика, а не от слова такт, в смысле вежливое поведение, чем тот иной. Возможно, здесь можно выделить какие-то несколько разные доминанты, но в конце концов он просто должен отличаться каким-то образом. Возможно, общаятность, категория и стиль. Поэтому я думаю, что в данном случае действительно факт заключается в том, что состав Реала значительно мощнее состава Ювентуса во всех отношениях, актуальнее с точки зрения сегодняшнего дня, зрелости и футбольной молодости одновременно. И игра это всецело продемонстрировала. Скрыть свои недостатки Ювентус никак не смог. Не знаю почему. Ну, я думаю, я в данном случае не хотел бы долго об этом говорить, но на мой взгляд, все-таки, у меня, например, удивило отсутствие в составе Блеза Матюиди и присутствие там Бетанкура. Ну, это сюрприз был. Наверное, это связано с тем, что Ювентус все-таки тоже уже находится на излете сезона и был очень сложный матч с Миланом, но в данном случае, мне кажется, вот эта ротация была, могла бы быть проделана с большим успехом в обратном на мой взгляд порядке. Но я могу ошибаться, потому что я не настолько повседневно слежу за чемпионатом Италии. Ну, это бы не настолько повлияло в итоге на результат матча. Совершенно верно. Мы будем смотреть этот матч по замечательному голу Роналду. Как мы вспоминаем, допустим, в финал Кубка Чемпионов 2002 года по блистательному голу Зидана. Слета, и, кстати, Зидан, собственно, вспомнил уже этот голос, сказал, что я забил красивее слета. И, кстати, возможно, это и правда. Разворота, да. Да, с такого полу-разворота. Но, вот говоря о том каком-то персональном факторе, это не было так незабываемо, это не могло броситься в глаза. Но, а разве не является удивительным событием этого матча, что весьма активное участие принимавшее в игре Иску и отдавшее, в частности, голевую передачу на первый гол, очень важную, что он не совершил вообще ни одной ошибки в передачах. Сто процентная точность передач. При том, что он принимал участие практически в каждой атаке, за исключением, может быть, там, пары-тройки, которые были контратаками, да. Вот, например, в атаке, когда сбили Казимиру и первую желтую карточку получил в матче футболиста Ювентуса, там, конечно, Иску не успел прийти в части, но в остальном почти в каждой. Разве это не выдающийся результат сто процентов, собственно говоря, в точности передачах, в таком матче, такого накала? Нет, я думаю, что здесь все-таки главным событием является то, что Ювентус был не похож на себя, и Ювентус был в этом матче неровнее Реала, к сожалению. Это разочарование, потому что для меня, пожалуй, если говорить о афишах межнациональных, афишах Реал-Ювентус, пожалуй, наверное, входит в условную тройку самых привлекательных, наряду с Реалом Манчестер Юнайтед, или, допустим, Барселон, даже не знаю с кем. Пожалуй, вот такого, но все-таки Барселона-Манчестер это тоже, как они сыграли за последние 15 лет два финала Лиги Чемпионов между собой, да. Тем не менее, вот с точки зрения международных матчей, нет, пожалуй, Челси-Барселона, вот с точки зрения такого противостояния, вот это тоже да. Вот, поэтому я был разочарован тем, что Ювентус не смог показать свои сильнейшие качества. Проблем было достаточно много. Я теперь совершенно не понял, почему весь первый тайм, когда еще Ювентус, счет был 1-0, можно было все поправить, и на поле было у Ювентуса 11 человек, почему Гонсало Игуаин постоянно смещался влево, например? Для меня это было необъяснимо. Если я ничего не путаю, Гонсало Игуаин, по-моему, не навес ни одного удара по воротам Реала. Кто там бил головой в упор, когда Нава с первым таймем отбил? Я сейчас уже не вспомнил. Не Игуаин ли? Вот если бы, кроме этого момента... Но, может быть, его вынуждал это делать соперник, в конце концов. Да нет, это было и в быстрых атаках, он просто реально смещался влево, я не знаю почему. Возможно, это проявление некоего нереализованного плана. Но так, как бы то ни было, в общем, хорошей игры у Ювентуса не было. Я разговаривал перед встречей нашей с тобой, Югорь Сенобелем, по телефону. Он сейчас в Англии, будет завтра работать на матче от Арсенал-ЦСК. Выполнял одну мою небольшую просьбу, связанную с приобретением одежды для моего знакомого, и поэтому было много консультаций. Прямо перед эфиром я с ним разговаривал, и Нобелев сказал, что, в общем-то, до второго гола игра была практически равна. Я не могу с ним согласиться ни одну секунду. Игра была такой, какой хотел Реал. Реал хотел, брал мяч, не хотел, давал возможность поиграть Ювентусу немножечко. Ну и провальный как-то... Вот не на 0-3 все-таки, наверное, да? Нет, нет. Если учесть, что после второго гола был дарен Дибала, то там уже могло быть 0-4. Я, честно говоря, ожидал, что Асен все забьет. Кстати, про Дибалу. Вот от него многого ждут, но Дибала частенько проваливает. Вот такие большие матчи, а здесь вообще сдали нервы. Просто сдали нервы. Причем не один раз. Было понятно, что Дибала вообще в этом матче нервничает. Потому что, конечно, с таким судей, как Чекыр, настолько откровенно валиться, что там, кстати, не было даже похожего подобия касания. Это означает идти на риск. Но мы знаем, что у Дибала вообще не очень ровный сезон. И мяч, который он забил Тоттенхэму, если я ничего не путаю, был первым для него в Лиге Чемпионов в этом году. Поэтому, ну, будем считать, что это болезнь роста. Ну, все-таки он уже даже не молодой. По-моему, 24 ему. Ну, он, скажем так, не юный. Не юный, да. Но в качестве лидера такого клуба, как Ювентус... Должен уже созревать. Да. Он в настоящий момент проходит эту инициацию. В Ювентусе сейчас, мне кажется, существует такое противоречие. Она сама по себе нормальная. Противоречие между тем, кто является авторитетами, собственно говоря, в раздевалке, и тем, кто должен вести команду за собой на поле. Потому что понятно, что уже ни Борзальи, ни даже, наверное, Келлини, ни, может, кто-то еще из стариков, в общем-то, уже не являются лидерами на поле. Хотя, конечно, в хорошем матче еще не в том состоянии, про которое Райкин когда-то говорил. Если меня в тихом месте прислали к теплой стенке, то я еще ого-го, да? Но в близком уже к этому состоянии. Ну, по большому счету, я сейчас, может, кочунственную вещь скажу. Даже Джар Луиже Буфон не сильнее счастного намного. Ну, наверное, да. Вот это нормальная ситуация в жизни большого клуба, у которого заканчивается одна династия, должна прийти на смену другая. В этой ситуации трудно молодому человеку брать на себя роль лидерства. Это бывает нервно. Поэтому я бы не стал здесь что-то валить на Дебалу. Уж он точно не является персональным виновником. Я просто убеждаюсь в том, что я бы с большим интересом, конечно, посмотрел матч Реал Тоттенхэм на этой стадии. Если бы Тоттенхэм прошел Ювентус. Но что поделать? Вот это, понимаешь, вот чем ближе к финалу, тем больше участники этого, того или иного раунда являются, что называется, членами клуба. Туда нужно попадать. Вот Ювентус сумел пройти Тоттенхэм за счет опыта, за счет класса своих лидеров, за счет того, что нашелся момент, который он не упустил. Момент, когда он перевернул игру в Лондоне, да? Когда Югуаин и Дебала забили по голу. А Тоттенхэм вот просел и, в общем-то, контролируя, в сущности, две игры из двух, ход матчей, да? Вот Тоттенхэм не сумел. Вот он еще не член этого клуба, ничего не поделаешь. Ну, возможно, может быть и к лучшему, может быть и с Тоттенхэмом подобного не случилось. Да все к лучшему, он же не провал и все. Я, честно говоря, скептически относился, у меня были сомнения, как так, без практически... Да, вот как раз в ночь мир узнал, что Игорь Катманов кается в своем... Тренерского... В своей критике я читал только телеграмму. Ну, мне очень нравится, как работает Зидан. Все говорят, привыкли, что комбинационный, яркий, красивый футбол ассоциируется с Барселоной. У меня сейчас это вот ассоциируется с Зиданом. Вот Мадрид просто... Ну, вот каким он должен быть? Барселона все-таки очень изменилась с приходом Вальверде в сторону организации игры. А Реал остается командой высокоорганизованной, но вместе с тем, конечно же, очень яркой в смысле проявлений ведущих игроков и даже не самых ведущих. Поэтому тут я с тобой, пожалуй, соглашусь. Такой командой управлять непросто. И к этой проблеме, я думаю, что мы вернемся, когда рано или поздно придем к смене тренеров в Краснодаре, как это ни странно. Ну, кстати, хорошая ассоциация, да, у Зидана не было тренерской практики, у Гвардиолы, когда они были большими игроками. Скорее вопрос в том, какие качества могут потребоваться человеку на том или ином поприще, потому что команда, которая, во-первых, либо имеет свою идеологию, либо имеет какую-то свою колоссальную историю, или просто историю, свою идентификацию, для тренера могут потребоваться качества, без которых на другой работе возможно справился просто легко и не задумываясь. Заканчивается первый тайм, матч Крылья-Савица Спартак-Москва, Спартак выигрывает 1-0, напомню, Зелуиш отличился на 20-й минуте, хороший момент был там еще и у Квинси Промеса, по-моему, он бил с убойной практически позиции, но отразил этот удар Евгений Конюхов, но надо сказать, что и Квинси не очень хорошо пробил, так что подходит к концу первый тайм-матч 1-4 финала Кубка России, а мы приветствуем в студии с новостями спорта Анну Чернавки, ну, Анна, привет. Да, всем добрый день. Агент полузащитника локомотива Мануэла Фернандоша Паула Барбоза сообщил, что в ближайшее время будет обсуждаться новый контракт с игроком. Португалец защищает цвета локомотива с 2014 года и Барбоза отметил, что контакт между агентом и самим полузащитником и локомотивом с другой стороны есть. Думаю, в ближайшее время уже начнем переговоры по новому контракту. Важно, что Мануэл Фернандош хочет остаться в команде и продолжить карьеру в России, сказал Барбоза. На вопрос о том, на какой срок будет рассчитано это соглашение, он ответил достаточно уклончиво, сказав, что Мануэл еще способен отыграть на высоком уровне как минимум 3-4 года и потом еще раз повторил как минимум. Ну, на более долгий срок, чем три сезона, я думаю, что контракты редко заключаются все-таки в таком возрасте. В Норвегии открыли памятник бывшему футболисту сборной этой страны и победителю Лиги Чемпионов в составе английского Ливерпуля Йонуарне Рейса. Об этом в своем инстаграм сообщил, в общем-то, сам Рейса. Из подписи, к опубликованной фотографии на фоне памятника становится понятно, что монумент защитнику установлен на стадиону клуба Алисун, в котором Рейса начинал свою игровую карьеру. Это большая честь, я очень горд, спасибо вам. А там фигура или монумент, интересно, неизвестно? Там... Памятный камень? Нет, там камень и... И футболисты. И футболисты. Очень много памятников в последнее время, что это стало. Ну, очень хорошо, почему нет? Не знаю. И отмечается, что Рейса рекордсмен по выступлениям за сборную Норвегии, 110 матчей он провел. Молодец, Рейса. Президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев поделился ожиданиями от выступления нашей сборной против команды Австрии на Кубке Дэвиса. По словам Торпищева, из-за отсутствия австрийского лидера Доминика Тима россияне являются фаворитами встречи. Реально рассчитывали, что Тим будет, поэтому постелили Харт, чтобы улучшить наши показатели и сделать существенные вещи, которые будут способствовать победе. Без Тима преимущество у нас, но главное это вопрос адаптации российских игроков, отметил Торпищев. Он также сказал, что теннисисты Даниил Медведев, Евгений Донской, Роман Софиулин находятся в хорошем состоянии. Добавлю, что Россия-Австрия матч Кубка Дэвиса 6-7 апреля в Москве. Наверное, 5-6-7, обычно 3 дня это занимает. Ну вот 6-7. У них, видимо, формат... Немножко странно. Нет, а там 3 дня играют. Ну, неважно, хорошо. Сербский теннисист Новак Джокович завершил работу со своим личным тренером Чехом Радоком Штепаником. По словам самого спортсмена, решение о прекращении сотрудничества было принято после турнира серии Мастерс в Майами, где Джокович проиграл уже во втором круге французу Бенуаперу. Помимо разрыва трудовых отношений со Штепаником, Серб также прекратил и сотрудничество с американцем Андреем Агаси, который также его, собственно, тренировал. Ну и, наконец, британский боксер-тяжеловес Дэвид Прайс сообщил, что врачи наложили ему более 40 швов после нокаута в бою с Александром Поветкиным. «У меня был сломан нос, было 30 швов во рту и около 12 на бровях. Это была трудная ночь. Я горжусь своим выступлением». А дальше фраза просто потрясающая при всем том, что был нокаут. «Я сделал все, что должен был сделать, и был близок к успеху, прежде чем оказался в нокауте», сказал Прайс. Ну, в нокдауне Поветкин побывал, наверное, поэтому Прайс так и сказал. Хотя ему самому пришлось там с помощью кислородной маски подниматься. Страшное вообще зрелище было, кстати. Спасибо большое. Это были новости спорта от Анны Чернавкиной. «Спорт-ФМ. Сто процентов футбола». Я, кстати, должен сразу дополнить, что вот мне мой коллега и бывший товарищ по работе на НТВ+, Сергей Дерябкин, теннистник, который успел написать, что с этого года два дня в Кубке Дэвиса соревновательных и нет больше пятисетовых матчей в этом турнире. Ну, я об этом не знал, вот сообщаю об этом во всем, это тоже не все знали. Честно говоря, пятисетовых матчей мне жаль. Василий Уткин, Игорь Кэтманов. Говорим о футболе, но сейчас я вам должен очень важную вещь сказать. Ну-ка. Сегодня и завтра мы будем разыгрывать по два пригласительных на матч 26-го тура чемпионата России по футболу. «Локомотив Ростов», который пройдет на РЖД-арене в воскресенье в 16.30. Так что слушайте программу «100% футбола» на «Спорт-ФМ» и правильно отвечайте на наши вопросы. И вот сейчас мы разыграем первую пару. Звоните. Как интересно, может, сходите. 8-499-60-60-93-2. Ты будешь участвовать? Нет, участвовать я не буду. Я думаю, сходить ли. Можно. «Локомотив Ростов». Юрий Паучсёмин против Валерия Карпина. У меня нет абонемента, конечно, но купить билет, наверное, можно. Так что звоните и разыграем первую. На фанатскую трибуну. Там такие песни про меня поют. Я, в конце концов, хочу слова записать. С микрофоном пойдешь? Для записи. Ну, вот на телефон тоже нормально пишут. Есть микрофон. Всё, да. Так что новый диск будет от болельщиков московского «Локомотива». Если, конечно, Василий Уткин пойдет на фанатскую трибуну. Нам дозвонился Александр. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, господа. Здрасте. Отвечайте тогда на вопрос, Александр. Сколько матчей сыграли между собой за всё время «Локомотив» и «Ростов»? Или «Локомотив» и «Рассельмаш» так раньше ещё «Ростов» назывался? Ой. Так, ну если у нас примерно 16-17 чемпионатов по два раза, 36, ну давайте где-то 40 матчей. Ростов не всегда играл в премьер-лиге. Неправильно. К сожалению, я с историей не совсем дружу. Неправильно. «Локомотив», кстати, не всегда тоже играл. Я так понимаю, это за всю историю. А за всю историю вообще, считается? Да, вообще. Тогда ещё и «Скоростов-на-Дону», наверное, всё включать. Не-не-не, «Рассельмаш» не «Скоростов-на-Дону». «Рассельмаш» играл, кстати, в первой лиге. А, потому что «Ростов» правоприемник «Рассельмаш». Да, понятно. А не «Скоростов». Хорошо. А, в чемпионатах России именно? Ну хорошо. Да не сбивай, в чемпионатах России. Не сбивай. Ну, надо вопросы нормально делать. Итак, сколько матчей сыграли между собой «Локомотив» и «Ростов» или «Россельмаш», как он назывался, в том числе и в чемпионатах России? Звоните. 8-499-60-60-93-2. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Сколько сыграли? Так, ну, если 40 много, давайте... А почему много? Ну, вроде как... Ну, «Россельмаш», в принципе, года 4-5 в премьер-лиге играл, тогда, мне так кажется, где-то. Ростов сейчас, может быть, лет 6-7, да? Или сколько он сыграет? Где-то так. Если по 2 матчей... Ну, 2-3-28, где-то так. У-у-у. Неправильно. Ну, я так чувствую, что мы себе заберем тогда пригласительные. Давайте. Антон, здравствуйте. Да, добрый вечер, господа. Добрый. Я так думаю, что порядка 34 матчей сыграли между собой. Нет, неправильно. Если есть еще звонки, готовы принять. 8-499-60-60-93-2. Сколько матчей сыграли между собой Локомотив и Ростов? Ну, или там Локомотив, Ростов-Россельмаш? Я не знаю, я думаю, 22. Константин, ваша версия. Мне кажется, 22. Нет, неправильно. Видите, я ошибаюсь, Константин. Я вас развел. Нечаянно, конечно, мне так показалось. Константин, вы неправильно отвечаете. Понятно, что вам... Но уже не 26, уже не 28, уже не 22. И не 40. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Слушай. Так, мам, хорошо. Сколько? Я уточнить хочу. Учитываются чемпионаты СССР, верно? Нет, России только. Можно составить вопрос? Нет, только чемпионаты России. Только России? Да. А при чем здесь Ростов-Россельма? А, вообще там был Ростов-Россельмаш? Потому что правоприемник клуба. Ростов-Россельмаш сыграл в чемпионате России. Сейчас скажу. Значит, с 92-го года... Давайте, считайте. Сейчас 2008-й. Угу. 26... 2018-й только сейчас, а не 2008-й. Вы немножко застряли. В 18-й. Да, вы гораздо старше, надеюсь, о чем вы думаете. 26 лет прошло. Много. Целая эпоха. Ну, пусть в районе 50-ти матчей. В районе. В районе у нас, говорят, на районе. Вы скажите точную цифру. Ц... Ну, вы... Так. Ну, давайте. 51-52 вот. Нет, неправильно. Неправильно. 8-499-60-60-92. В общем, пока пойду погуляю. Это, в общем, долго может продолжаться. Нет, а мы уже через минуту пойдем гулять. Угу. А если есть еще звонки... Здравствуйте. Как вас зовут? Андрей, здравствуйте. Андрея нет. Алло. Вот, есть, Андрей. Сколько матчей сыграли между собой Ростов и Локомотив в чемпионатах России? 58. Нет, не 58. Ну, кто-нибудь угадает, кто-нибудь же справочник какой-нибудь залез, посмотрел. Наверняка же эта цифра весьма-весьма доступная. Ну, ладно, мы тогда это на следующую полчасовку перенесем, а пока... Хоть не приходи на эфир, честное слово. Слово-нибудь не ставишь. Так это... Что? Вставляй слова. Ну, я... А ты угадаю? Я, честно говоря, думаю, что мы могу футболировать, а мы, оказывается, что ждем, пока кто-нибудь ткнет пальцем в небо и пойдет в нужную звезду. Ну, уже, я думаю, попадут совсем скоро. Спорт-ФМ. Сто процентов футбола. Василий Уткин, Игорь Катманов. Программа «Сто процентов футбола». Поговорили мы, ты упомянул, да, про смену тренера в Краснодаре. Давай тогда обсудим вот это. У нас сегодня есть еще одна актуальная новость про Краснодар, потому что состоялось заседание КДК, и Федора Смолова, замат, который выскочил в трансляцию, наш малой микрофон, как это говорят телевизионщики, насосалось. Да, насасываться, это такой телевизионный термин, вполне приличный. Его оставляли на 60 тысяч рублей, и вот я об этом написал с небольшим выпендрежем у себя в Твиттере, и там очень много комментариев, поэтому что мало. Друзья мои, вы знаете, у нас есть, бывают разные системы наказаний штрафов за право нарушения. Вот, например, есть право нарушения такое, допустим, превышение скорости, или нарушение другое правило дорожного движения, ну такое, не тяжелое, да. Вот, есть страны, в которых это нарушение правил карается штрафом не каким-то стабильным, а в зависимости от заработной платы человека, который нарушил. То есть пропорционально. У нас в стране, как и у многих других, не в скандинавских странах, такого нарушения наказания нет. Это называется, ребята, мат в общественном месте. То есть вас наказывают, и точно так же наказывают за это футболиста. Вот такое вот право нарушения. Так что 60 тысяч рублей, совершенно нормальная м-кара м-м-м за это вот м-м. В общественном месте понятно, но в общественном месте, если обычный человек ругнется, там, условно говоря, 50 человек услышит, да, здесь гораздо больше. Ну, никто же не виноват, что ли, а так микрофон расположили, же этого не знал. Он же не подскочил к стоящему у кромки поля, там, не знаю, Нобеля Рустамена, и не прорал-то в его микрофон. Это другое было бы дело. А это тогда бы как квалифицировалось, как мелкое хулиганство, скорее всего. Вот я небольшой эксперт в этом вопросе, но это уж точно не мат в общественном месте, а более серьезное нарушение. Ну да ладно. Ну ты считаешь, мало, много или нормально? Просто я точно знаю, сколько платят за мат в общественном месте, потому что я неоднократно бывал с ветром того, как за это наказывались по новым правилам. Театры, в которых в постановках есть иногда такие слова, какие штрафы грозят, допустим, иногда, хотя, слава богу, они не предъявляются группе Ленинграда, например, иногда. Поэтому я просто это знаю. Ну, а Федор Смолов с твоей точки зрения? Он именно это так называется проступок, который он совершил. Вот и все. И все. Точка. Да, точка. Ну это, конечно, с точки зрения, так сказать, внешней, а что там клуб решит, это уж дело клуба и контакт, который связывает с ним Федором. Мурат Мусаев назначен главным тренером Краснодара. Ну это, конечно, такое персональное решение, one man decision. При желании можно назвать это самодурством, но самодурством не в смысле оценочным, а в смысле того, что вот как решил, так и сделаю. Но дело в том, что Галицкий имеет на это право, потому что речь идет о его компании. Если бы он, допустим, говорил то, что он говорил в эфире программы 8.16 у коллеги Шмурнова, если бы он при этом говорил, допустим, отеца всего российского футбола, то, конечно, это бы стоило обсудить, что не нужны нам тухели, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать, да. Это было бы, конечно, самодурственно. Но в данном случае решит о том, что он развивает свой клуб так, как считает нужным. И я должен сказать, что вообще в данном случае как раз придерживаться того пути, который Галицкий себе наметил, и очень важно. Я понимаю прекрасно, что вообще иногда кажется, что решения Галицкого странны. Но ведь, понимаете, так или иначе, я не хочу подчеркивать, что риски его, и клуб его, и платят за все. Дело не в этом. Дело в том, что эта мысль создать клуб определенным образом, да, она должна выдерживаться. Автор этой мысли Галицкий. И клуб так иначе существует вокруг этой мысли. Как Реал существует вокруг своей истории, как Спартак существует вокруг своей истории. Есть вещи, допустимые в Зените, недопустимые в Спартаке. Не потому, что Зенит более расхрист, а просто у Зенита своя делка, у Спартака своя. Вот. Так что, само по себе, все это нормально. Но это, конечно, связано с довольно определенными рисками. Потому что Краснодар давно ждал, когда подойдет вот уже более-менее вплотную к возможности играть, хотя бы периодически за основную команду, так называемая команда 99-го года рождения, за которой играет Иван Игнатьев, Данила Уткин, в частности, играет за нее Шапи Магомедов, если они ничего не путали, Сулейманов. Я все время путаю, я все время называю его Шапи. Значит, и некоторые другие футболисты, очень там серьезный вратарь, кстати говоря, хороший, молодой. Мы могли видеть игру с мадридским Реалом этой команды, с этого еще возраста в юношеской лиге чемпионов. Поэтому вот, наверное, время настало. Мурат Мусаев действительно был тренером этой команды. Но надо бы понимать, что в первой команде от Мусаева потребуется много качеств, которые пока не проходили проверку. Ну вот, в частности, конечно же, невозможно обойтись без привлечения игроков со стороны. Ну понятно. Хотя бы потому, что команду потеряют Федор Смолов и Андрес Грант. По разным причинам в разные стороны они разъезжаются. Скорее всего, это уже почти на 90%, почти на 100% решено. Умеет ли это делать Мусаев? Умеет ли он вживлять от игроков в команду взрослых? Трудный вопрос. Мы не получим на него сейчас ответ. У него вообще нет опыта работы с вырослыми командами. Если мы вспомним историю назначений тренеров в Краснодаре, они вообще всегда удивляли. Ну вот, например, самый первый тренер футбольного клуба Краснодар в его истории. Гальцкий потом сам неоднократно говорил, вообще это был менеджер его компании. Гальцкий прямо говорил, что тогда он считал, что профессии тренера вообще не существует. Что это реально менеджер, который принимает решение вот в той или иной ситуации. А у тебя не складывается впечатление, что Гальцкий до сих пор так относится к тренерам и хочет быть сам тренером? Нет, так он точно не думал. Если бы он хотел быть тренером, он бы им стал. Затем был тренер Ташуев. Ну это уже более известный тренер. Сразу ли, да. Совершенно верно. Когда концентр играл в первом дивизионе. Именно тогда я познакомился с Сергеем Николаевичем. Мы тогда придумали показательный, наверное, приуск кубанское дерби в первом дивизионе тогда происходило. Так мы и познакомились, собственно. И я был поражен тем, что с Ташуевым он работал первый год. Наталья заключен на пять лет. То есть с отступными, кстати говоря. То есть так, чтобы тренер чувствовал себя спокойно и уверенно и мог работать, как считает нужным. То есть он, конечно, мог быть уволен, рано или поздно произошло. Но у него была, так сказать, своя страховка и свои в этом отношения. Он мог работать, как считает нужным. Потом был Муслин, про которого Гайцкий говорил, что вот кто-то приглашает тренера-менеджера, а мы тогда приглашаем тренера-идеолога, который должен научить нас играть в футбол, поселить в нас некоторую идеологию. Ну, Муслин, честно говоря, я думаю, больше никогда в жизни не вспоминал, как тренер-идеолог. Скорее он как раз такой тренер, в данном смысле слова, шабашник. Это где работа есть, он туда и поедет. Как многие югославы. Хотите, да, совершенно верно, на просторах бывшей Югославии, хотите, так сказать, куда-то еще. Ну, вот так его воспринимал Гайцкий. Потом был Кононов, тоже тренер, которого мы не знали до этого, фактически, да. И сейчас, в общем, главное, чем он запомнился все-таки в Краснодаре, это то, что на нем гениально сидел костюм, любой практически, да. Человек хорошо одевался. Вот Игорь Шалимов, тоже тренер практически ниоткуда. У него богатый игротский бэкграунд, и, конечно, это фигура заметная в истории нашего футбола, но в качестве тренера он не добивался больших успехов. Мало того, скорее, ему были, нам известны провалы тренера Шалимова, да. Но, тем не менее, Шалимов проработал вот больше года календарного. О чем все это говорит? Ну, видимо, это говорит о том, что Гайцкий немножечко придумывает себе каждого тренера. Снабжает его качествами, которые он, скорее, хотел бы в нем видеть, в которые он верит, что у него проявятся. Ну, почему же это нужно считать плохим? В конце концов, это качество не президента футбольного клуба, в узком смысле слова, качества менеджера. Менеджер Гайцкий создал огромную компанию, которую недавно с некоторым успехом продал. Вот, поэтому, конечно, может ошибаться в этом вопросе, но почему бы нам не понаблюдать за этим процессом? Мне было бы интересно посмотреть на Мурада Мусаева. Ну, вот именно, что интересно, но решение, мягко говоря, странно. Во всяком случае, к идеологии клуба он имеет самое прямое отношение, она ему известна. Если он готов быть публичной фигурой, если он готов принимать ответственные решения, то тогда это хорошее решение. Если это не так, то тогда это решение очень плохое, и мы в этом скоро убедимся. То, что команда 99-го года, которую Мусаев блистательно провел до плей-офф юношеской лиги чемпионов, совершенно не готова сейчас быть костяком Краснодара, это тоже совершенно очевидно. Поэтому придется ладить с другими людьми, с взрослыми, с ними отношения выстраиваются совершенно иначе, чем с воспитанниками клуба. Все это для Мусаева, безусловно, внове. Но посмотрим, посмотрим, посмотрим. Это интересно, это любопытно. Но у тренера должен быть определенный авторитет, которого у Мусаева нет, да. Это авторитет не тот, с которым он приходит, а тот, как он себя ставит. Вот и все. Все равно разница большая между работой с, конечно, юношеской командой. Ну, поскольку это очевидно, я об этом и не говорил. Это совершенно очевидно просто. Да, но если, конечно, у Мусаева все получится, тогда Галецкий может всем сказать, а вот видите, да, а вот вы все крутили пальцем у виска. Но здесь большие риски, здесь, вы хотите крутили пальцем у виска, мы не можем же говорить, что у Мусаева не получится. Про Шалимова могли, потому что мы знали Шалимова на этом поприще. Я считаю, что ему в большей степени не везет, чем он не способен на эту работу. Но я вообще сожалею. Кстати, он, мне кажется, сказал очень красиво. Он сказал, что я благодарен за формулировку, уволили. А не это вот по взаимной договоренности, по состоянию здоровья и так далее и тому подобное. Нет, вот уволили, и хорошо, действительно, не нужно, прекрасно ушел я. Вот, поэтому здесь велики риски. Но уж что совершенно точно, так это то, что Галецкий знает Мусаева примерно в 157 тысяч раз лучше, чем мы с тобой вместе взятые. Ну, это понятно. Ну, так и доверимся ему в этом вопросе. Мы успеем составить себе мини, мы же никуда не спешим. 56 минут позади в матче Королесаэто в «Спартак». По-прежнему «Спартак» выигрывает со счетом 1-0. Напомню, что единственный мяч забил в первом тайме «Зе Луиш». Это 1-4 финала Кубка России. Прервемся ненадолго. Спорт-ФМ. 100% футбола. 100% футбола. Ну, а у нас на странице «Спорт-ФМ» ВКонтакте, напомню, проходит опрос. Голосуйте, заходите, какой из сегодняшних матчей дня вы считаете центральным для себя. Да, пока матч «Спартак» Королесаэто проигрывает игре «Ливерпуль-Манчестер-Сити», но идет на втором месте. Далее «Барселона-Рома» и, меньше всех, интересно, «Миланское дерби». «Милан-Интер», за него проголосовали лишь 4% наших слушателей. В студии Анна Чернавкина, «Новости спорта». Анна, слушаем тебя. Да, спасибо. Итак, полузащитник «Зенита» Далер Кузяев еще не восстановился от травмы, которую он получил в 22-м туре с Ростовом, и рискует пропустить ближайший матч с Краснодаром, который пройдет 7 апреля в Санкт-Петербурге. Кузяев занимается по индивидуальной программе. Вопрос о его готовности сыграть в субботу будет обсуждаться тренерским и медицинским штабами петербуржцев в самое ближайшее время. Полузащитник Данилу Перейро не поможет сборной Португалии, на чемпионате мира. Игрок получил частичный разрыв Ахилова сухожилия, его прооперируют в четверг. В текущем сезоне Перейро провел 30 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 мяча всего. Перейро сыграл 27 матчей за команду с 2015 года. Португальцы на групповой стадии чемпионата мира будут играть с Испанией, Марокко и Ираном. Нападающие московского ЦСКА Сергей Шумаков и Владимир Жарков вернулись в состав команды на четвертый матч полуфинальной серии розыгрыша хоккейного кубка Гагарина с петербуржским СКА. После трех матчей, напомню, СКА впереди 2-1. Шумаков и Жарков, пропустившие предыдущие поединки из-за болезни, заменят в составе Джеффа Плета и Константина Окулова. Ну а в составе СКА по сравнению с третьим матчем изменений нет. Напомню, матч ЦСКА-СКА сегодня. Биатлонист Семен Сучилов привел команду Ханты-Мансийского автономного округа и Югры к победе в эстафетной гонке на чемпионате России. Второй мяч... Биатлонист Семен Сучилов, это звучит. Я бы даже создал стихотворный цикл с таким персонажем главным. Но, к сожалению, я не пишу стихи. Биатлонист Семен Сучилов, я не знаю, ему правительство вручило, я не знаю, что-то еще, картонный орден прям на грудь. Красивый новый БМВ. И что-нибудь, и что-нибудь. Красивый новый БМВ. Да. Второе место осталось за квартетом из Тюменской области, где финишером стал Александр Логинов, ну а тройку сильнейших замкнула вторая команда из Ханты-Мансийска. Видимо, да. За квартетом И. С Тюменском. Так. Наконец, технический директор Уильямса Падиллоу надеется, что гонщик команды Сергей Сироткин все-таки сможет завершить гонку на втором этапе сезона Формулы-1 Гран-при Бахрейта. Что, все, большинство надеются, что он не завершит, что ли, гонку? Ну, просто если, я напомню, что на Гран-при Австралии он из-за технических проблем все-таки сошел, в самом начале еще гонки. Вот, поэтому здесь все-таки надеются, что в Бахрейне ему как-то вот в эти выходные повезет больше. Ну, Бахрейн хорошая страна, там многим везет. Спасибо большое. Это была Анна Чернавкина. Спорт-ФМ. 100% футбола. Ну, а мы должны все-таки разыграть пригласительный на матч «Локомотив» Ростов. Так что звоните 8 499 60 60 93 2. Сколько матчей сыграли между собой «Локомотив» и «Ростов» в чемпионатах России? Сколько матчей сыграли между собой «Локомотив» и «Ростов» в чемпионатах России? И следующего сразу принимаем с другим ответом. Должны вы назвать самый результативный матч между «Локомотив» и «Ростов» в чемпионатах России? Дмитрий, здравствуйте. Выбирайте. Какой вопрос? Выбирайте, Дмитрий. Результативный матч самый или... Сколько матчей? Давайте, сколько? Сколько? 47. Блистательно. Молодец, Дмитрий. Вы ответили правильно. 47? Да, 47. Интересно, а чужие нечетное количество? Ну... Просто интересно. У нас же там полуторный, по-моему, был чемпионат. Ну, в полуторном тоже было два круга в полуторности. Очень интересно. Отчаянно интересно. Почему нечетное количество? Потому что они еще не играли. А, еще не играли до сих пор. Ну, конечно. Потому что мы разыграем на матч «Локомотив» и «Ростов», поэтому нечетное количество. Это будет 48-я игра. 48-я игра. Да, 48-я. Ну, и быстренько называйте нам самый результативный матч между «Локомотивом» и «Ростовом». Это сделать гораздо легче. Я даже, не являясь болельщиком «Локомотива», помню эту игру. Илья, здравствуйте. Говорите, самый результативный матч между «Локомотивом» и «Ростовом». Какой был счет с самым результативным матчем? 5-0? Нет, не 5-0. Самый результативный матч, где обе команды забивали, напоминаю вам. Подсказываю, точнее, даже вам. Обе команды забивали. И «Локомотив» забивал, и «Ростов» забивал в этой игре. Игра была в начале 90-х. Так что звоните и отвечайте на вопрос. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, самый результативный матч между «Локомотивом» и «Ростовом». 5-3. Спасибо. Мы забираем пригласительные себе. Продолжаем эфир. Василий Уткин, Игорь Катманов. Раз не хватает даже сил у болельщиков полистать справочники. Я думаю, что в нынешнее время, в век интернета, можно вполне быстро найти правильный ответ. Ну, а мы будем продолжать тогда говорить, наверное, о Лиге Чемпионов. Потому что сегодня игра, которую все ждут. Ливерпуль-Манчестер-Сити на Энфилде. Барселона-Рома тоже интересная игра. Твои предпочтения? С чего начнем? Ну, не знаю. Я думаю, что у нас будет два монитора. Я только надеюсь, что я смогу сесть рядом с тобой, чтобы было удобнее на все мониторы смотреть. Ты можешь даже сесть ближе к монитору, где будут, допустим, показывать... Да мне тоже плевать. Просто напротив монитора хочется сесть. Надеюсь, ты мне разрешишь. А почему я не могу разрешить? Потому что ты вредный. Ну, нет. Это, кстати, неправильное мнение. Ливерпуль-Манчестер-Сити. Ливерпуль-Манчестер-Сити. Команду уже играли между собой в чемпионате. Клоп. Ливерпуль нанес в Манчестер-Сити первое поражение в премьер-лиге в этом году. Пока единственное, кстати, играли. Да, но при этом проиграли 0-5, хотя там было, по-моему, удаление. Это было давно. Это было давно, там было удаление. Это было тогда, когда еще было не ясно, насколько сильно Манчестер-Сити. А вот когда был второй круг... Кстати говоря, меня часто упрекают за не слишком удачные прогнозы. Между прочим, именно этот результат я предсказал в своем блоге в Инстаграме. Что Ливерпуль не проиграет Манчестер-Сити, а скорее всего и выиграет. Это было тогда. Сейчас это другая история. А сейчас ты не предскажешь. Нет, я сейчас не буду предсказывать, не хочу. У меня есть мнение по поводу того, какую ставку на матч сделать. Вы просто можете в Инстаграме посмотреть. Я не буду об этом сейчас говорить. Там касается карточек. Но просто действительно манера игры Ливерпуля, даже Гвардио это прямо сказал, максимально подходит для того, чтобы играть против Манчестер-Сити. Это команда с чрезвычайно быстрым приводом мяча в контратаку, против команды с владением мяча с высоким прессингом. Это, в общем, самое, что называется, докторопрописанное манера игры. И Сити будет, конечно, сложным. Ну, а если брать психологический фактор, на кого наверняка на Сити будет большее давление? Потому что, ну, Ливерпуль проиграет и проиграет. Никто же не будет ругать. Ну, если не разгромно, конечно. Ну, не знаю. Я думаю, что с Ливерпулем, пожалуй, будет повеселее дальше. Хотя я вообще просто рад, что в Англии есть команда, которая действительно может снова претендовать на то, чтобы завоевывать Кубок Чемпионов. Это, в первую очередь, Манчестер-Сити, конечно. Но Ливерпуль, я думаю, добавит непредсказуемости. Потому что, боюсь, что в трех других парах, ну, в двух уже после первых матчей добавилось ощущение, что, ну, в матче с Севилье-Бавария очень теоретические шансы у Севильи. То есть, я бы просто еще не стал заказывать билеты в Мюнкен, если бы собирался смотреть матч полуфинальный, да. Но в остальном, конечно, у Баварии шансы гораздо более предпочтительные. Если была ничья, я бы говорил, что у Севильи просто 35 шансов. Сейчас не будет 10. Что касается матча Барселона-Рома, то при всем уважении к Роме, мне интересно посмотреть, что получится. Особенно интересно посмотреть, как будет Алисон Беккер играть против Барселоны. Мне кажется, это выдающегося таланта и уже выдающегося мастерства. Но, тем не менее, наверное, Роме будет тяжело. Она, конечно, сделала титаническую серию на собой, не разрешив Тотти играть до 50 лет. И у нее появляются некоторые шансы на то, чтобы противостоять... И отстоять нужный результат с Шахтером, кстати. Противостоять достойно, да. Но все-таки Барселона ярко выраженный фаворит. А вот здесь может быть все, что угодно. И Ливерпуль добавит, конечно, непредсказуемости полуфинальным парам. Но мне все равно, кто победит. Мне нравятся обе команды. Я рад, что это будет британская команда. Конечно, если бы были другие соперники, если бы были у двух британских команд не британские соперники, было бы грустно, потому что британских команд бы не осталось в полуфинале. Почему? Даже Сити? Я так думаю, проверить это нельзя, поэтому смиритесь. Хотя Сити, ну, понятно, что Ливерпуль тоже такая не теперь. Но ты уже правильно отметил, что Ливерпуль единственная команда, которая победила Сити в этом сезоне. Я бы еще добавил, что победила по делу и в довольно хорошем стиле. В общем, несмотря на то, что Сити явный фаворит этой пары, у нас еще не было сенсаций. Так что, может, здесь она состоится. Или ты не будешь считать этой сенсацией? Если Ливерпуль пройдет. Ну, я бы сказал, что здесь, конечно, Сити фаворит, но у команд сопоставимые шансы. Ливерпуль может пройти Сити. Это не будет сенсацией. Это будет неожиданностью, конечно. Но нет, это не сенсация. Василий Уткин и Игорь Катманов. Говорим о футболе на Спорт-ФМ, в том числе о футболе российском. Ведь сейчас проходит матч четвертьфинальный Кубка России. Крылья Советов Спартак 0-2. Крылья уже проигрывает Квинси Промеса. Пока у нас в эфире звучали новости. Спартаковцы поймали крылья на контратаке. Зе Луиш покатил мяч в штрафную площадь на свободного Промеса. И тот пробил в нижний угол. Вот еще, кстати, один шанс у московского Спартака. Но на сей раз Квинси Промеса попадает в ногу защитнику. И мяч выкатывается на угловой. 77-я минута идет этого матча. И Крылья уже проигрывает со счетом 0-2. Я напоминаю, что у нас на странице Спорт-ФМ ВКонтакте проходит опрос. Какой матч сегодняшнего дня вы считаете центральным? Заходите, голосуйте. Пока, безусловно, выигрывает матч Ливерпуль-Манчестер-Сити. Это первая игра четвертьфинала Лиги Чемпионов. 55% за нее проголосовали. А на втором месте вот как раз игра, которая проходит в эти минуты. И Спартак 3-0 выигрывает. Да. Ну что ж, Луис Адриано. Луис Адриано 3-0. Легко. Ну что делать? Команда из низшего дивизиона. Спартак продолжает двигаться к трофею. Если получится, будет второй год подряд с трофеем. Ну, правда, вопрос к какому-то сезону относится Суперкубок. Суперкубок Спартак ведь тоже уже выиграл за прошлый сезон. Но это было в этом сезоне. Ну, Крылья, кстати, тоже могут достать уже в следующем сезоне команды РФПЛ. Да, но это будет в следующем сезоне, знаешь, возможно, в следующем сезоне стану артистом балета, но сейчас меня нельзя так представлять, понимаешь? Ну, понятно, изменения в составе будут, но вообще пока что так довольно интересно работает Андрей Тихонов, Крыльях Советов. Напомню, что у них одинаковое количество очков с Оренбургом. Оренбург второй, Крылья третий. Ну, и дальше Балтик-Стамбул, между прочим, претендует на четвертое место. Там Сибирь, Динамо СПБ, по поводу которого появилась информация, что... Что? Петербургская Динамо. Очень много мы говорили о том, нужна ли вторая команда в Петербурге, а они собираются переезжать в Сочи. Ну, почему бы и нет? Собственно говоря, и поднахождение команды в Санкт-Петербурге, в общем-то, было движимо взаимоотношениями с недвижимостью. Поскольку те люди, которые получили возможность заняться каким-то девелопментом на некой городской территории, получили за это обязательство каким-то образом содержать футбольную команду некоторое время. Ну, почему бы им не переместить в Сочи, тем более, что там, в общем, для этого есть много чего. В том числе и стадион. Ну, такие мелочи, понимаешь. Мелочи. Мало ли теперь нет стадионов. Волгограде есть стадион, на котором играть будет некому, совершенно точно. Почему? Ну, потому что Ротор не в состоянии его содержать, просто вот и все оплатить за аренду. И людей столько он не наберет. И вообще, вот, мы можем обсудить, кстати говоря, широко комментируемые слова Евгения Динера сегодня, о том, что там было некое совещание при Госдуме, значит, которое, как мы знаем, не место для дискуссии, да, давно уже, как это было сказано одним из ее председателей. В общем, было сказано, что не больше 25% имеет право государство, по мнению Динера, принимать участие в содержании футбольной команды. Ну, мысль, мне кажется, вполне себе бредовая, поскольку в нашей стране, так уж получается, сейчас просто нет частных бизнесов в достаточном количестве. И вообще, вот, считается, допустим, что Локомотив команда частная, потому что РЖД не государственная компания. Но так и мы это воспринимаем на самом деле. Что Зенит команда негосударственная тоже, в общем, но на самом деле, ну, что здесь является, так сказать, де-факто, а что является де-юре, тоже сложный вопрос. По факту, действительно, у нас такое количество сегодня бизнеса государственное, что частных денег просто нет. Но я бы сказал, что, вот, например, если регион убыточный, если регион дотационный, то, на мой взгляд, в таком регионе не должно государство действительно более определенного лимита поддерживать спорт вот в таком высоком уровне. Потому что тут уже получается, что это не с доходов, а с убытков, извините. Ну, здесь еще надо сказать, что все-таки задирают планку сильно вот эту вот финансовую топ-клубы. Ну, а это неизбежно. Слегка в хоккее вообще безобразие происходит в этом отношении. Когда-то там был принят потолок зарплаты, мы приказываем, что сейчас настолько иллюзорен потолок зарплаты. Там столько ограничений, столько оговорок, что, в общем, и потолка-то нет никакого в сущности. Ну, в хоккее вообще такая странная ситуация, да, когда у нас сборная из двух клубов. У нас даже, я посмотрел состав сборной СССР на Кубке Канады победным, там даже такого не было. Там даже более разнообразно было, чем на Олимпиаде минувшей в хоккейной команде. Ну, ладно, по вот этому заявлению Гиннера ты еще что-то хотел добавить? Нет, нет. Просто мне кажется, что это немножко такой выморочный вопрос, в котором Геннер Ильич думает и заявляет не столько о проблеме с существованием футбола, сколько о том, что, как бы, ну, в конце концов, это нечестно, дайте мне немножко с вами поконкурировать нормально, хотя бы более-менее на равных. Умоляю вас, друзья мои, говорит тем самым Геннер Ильич. Ну, как бы то ни было, в принципе, да, это так. Ну, понимаешь, вот он приводит в качестве торговли совершенно неподобающие аргументы, в сущности, извините за тавтологию. Он говорит, что на Украине же нельзя государство сдержать, да там частные деньги. Во-первых, тоже очень относительно, а во-вторых, ну и чего добилась Украина? Ну, я бы здесь еще добавил... Клубная Украина, чего она добилась? Ну, шахтер, во всяком случае. Как отдельные представители, да, но лучшие клубы, Зенит, Локомотив, Спартак, у нас и ЦСКА, кстати говоря, и Краснодар, извините, они у нас все формально частные. Немножечко в разном смысле, мы по-разному это будем воспринимать, да, Газпром, Лукойл и Ельич Динер, но, тем не менее, они все формально частные. Вот так вот. Ну, у нас еще такая ситуация, что... Как и шахтер. Сегодня частный бизнес, а завтра он может стать и государственным, да, условно говоря. Ну, в общем, много чего здесь такого, да. Ну, поэтому... Еще одна тема, которую хотелось бы обсудить, это то, что Дзюба решил заплатить... Это ложь. Потому что ложь является то, что это является достойным обсуждением новостью. Потому что, как бы, Олег Шатов тоже отказался от какой-то суммы денег в контракте за то, чтобы иметь возможность играть без ограничений матча в аренде за Краснодар. Да, давай поясним, он решил заплатить за то, чтобы выйти против Зенита. У него просто, да, да. Как вот, знаешь, по одному писателю говорили, в мозгу у Павла Нильна всего одна извилина. Это, конечно, к Павлу Нильну от замечательного драматурга никакого отношения не имеет, но такая существовала эпиграмма, написанная Михаилом Светловым просто, понимаешь? Она существовала. Вот к Дзюбе она тоже прямо относится. Я уж не знаю, там, что у него одно. Потому что Дзюб почему-то решил, что у него это какой-то частный случай, да. На самом деле, просто не подумал об этом заранее. Просто не подумал, возвращаясь в деятельности его головного мозга. Или есть люди, которые об этом думают. Вот, в частности, Олег Шатов, который в те же сроки уходил из Зенита, тоже в аренду. Но зато про Шатова никто не говорит. Никто не говорит, конечно. Потому что Шатов изначально сделал некое отступление от своих денежных претензий, для того, чтобы из десяти матчей, которые он мог провести в аренде, чтобы он мог сыграть все десять. А Дзюб об этом не подумал. Я, кстати, не уверен, что он свои деньги заплатит. Нет, но в частных разговорах Дзюба вообще с такими смешками говорил, что, например, рассказывали свои собеседники, что, может, вообще краудфандинг. Это другое слово было. Может, заинтересованные люди захотят собрать эту сумму. Ну, в общем, для него это, конечно, такой трэш. Или, как это принято сейчас говорить, хайп. А по факту очень многие достойные профессионалы, к числу которых в этом процентном соотношении Дзюба, конечно же, не относятся. Он профессионал хайпа, в первую очередь. Вторую футбола. Вот, значит, вот об этом позаботились раньше. О них почему-то не говорят. Это какой-то нашей журналистской лености. Вот я вам рассказываю. Пожалуйста, вот ровно в такой ситуации находится Олег Шатов. И играет спокойно с Зенитом. Уже в дальнейшем туре. А не 22 апреля, как когда-то там наметил себе Артем Батькович. По Дзюбе, по его возможному вызову в сборной. Не думаю, что это состоит. Нет, если из сборной не будет за профнепригодность или с одной формулировкой отчислен главного тренера, Дзюба, конечно, там не появится. Не будет, я думаю, отчислен. А, я тоже думаю, что, скорее всего, это не произойдет. Ну, что поделать. У нас вообще кадровые решения в стране принимаются очень своеобразным образом. Ну, что-то мне, если на тавтологии тянет. Даже не знаю, почему. А вот по кадровым решениям тебе не показалось, что, опять возвращаясь к Краснодару, уж прости, что я прыгаю из темы на тему, что очень странное время было выбрано для отставки Шалимова. Либо после сезона. Абсолютно стопроцентное время. Момент, когда Краснодар лишился практических шансов попасть в Лигу Чемпионов. Можно думать о следующем сезоне. Из зоны региоропа за команда вряд ли вылетит. Поэтому самое время подумать о том, что вот уже сейчас тренер может присмотреться в новую команду. Тем более, что есть такая фигура, которую хотят назначить. Почему? Как раз самое время. Именно сейчас нужно было это делать. Но эта фигура и раньше была. Да, но был еще тренер Шалимов, который, возможно, сумел бы переломить какие-то тенденции и достичь успеха. И главное, что вот если бы продолжалась эта борьба реальная за место в Лиге Чемпионов, то да, действительно... Ну, у них три очка отставания всего. Ну, хотя там игра в запасе. Там игра в запасе есть. Там, в общем, ну, очень сложно говорить об этом все-таки. Ну, очень сложно. Нет, это практически невозможно. Тем более, что и календарь сложный нет. Но это действительно по факту Краснодара мимо Лиги Чемпионов после ничьей с Анжиром. Так вот, ты говоришь, календарь сложный. Смотри, может быть, это как раз психологический фактор, да, перед матчем с Зенитом. Короче, мы можем оценивать это по-разному. Ты говоришь, что не время. Я говорю, что если клуб относится к этому таким образом, то это самое время для смены тренера. Вот и все. Ну, и в конце концов, это решение Галецкого. Опять мы об этом говорим. One man decision, да. 0-3, пока крылья Советов проигрывают. Это 86-я минута. Там, по-моему, Спартак забил, но вроде мяч не засчитали. Я, что-то говоря, одним глазом смотрю. Может быть, отставка Шалимова была в какой-то мере спонтанной. Но назначение Мусаева не могло быть спонтанным. И вот никакая мысль, которая зрела. А раз была уверенность в том, что должен стать Мурат Мусаев, время ему дать поработать, присмотреться, какие-то кадровые решения наметить для себя, возможно, уже не только на основании наблюдений со стороны. Самое время. Поэтому здесь я не согласен с тобой. Это самое время для такого решения. То есть вот этих оставшихся, сколько у нас, 6, да, туров, вот как раз-таки на притирку. Да. Да. 925-4-2-93-2. Это наши мессенджеры, вайберы, ватсапа. Также пишите и смс-портал 5533 в начале сообщения слова «спорт». Василий, если уж вы сравнили Амкар с определенного рода поведения дамой... Как-то, как еще сравнивать? То согласны ли, что локомотив... Заплатить, пойду в Хабаровск. ...это клиент, который ее вызвал. А услугами не воспользовался. Ну, знаете ли, по поводу услуг обсуждался ведь, наверное, вопрос приезда. Так что, может быть, это, ну, хорошо. Но, предположим, не проститутка. Допустим, стриптизерша. Ну, клиенты разные были, со странностями. Потом, понимаете, я вот уже достаточно сказал про Амкар, клуб «Клофелинщик», да. Но я хочу сказать о локомотиве. Мне кажется, что это изначально было неправильное решение локомотива. Мы даже сейчас для Анны уступитесь вместо того, что... Нет, нет. Это было изначально неправильное решение локомотива, мне кажется. Потому что, ну, локомотив давно уже покинул Еврокубки. Ну, слетал бы он в этот чертов Хабаровск. На его постороне было бы моральное преимущество. Команда бы прекрасно знала, что... Злая бы была. Злая была бы. Она бы знала, что она с ней поступает несправедливо. Она бы собралась. А здесь у команды волей-неволей возникло ощущение, что, в общем-то, победа уже почти в кармане. И самое-то главное. Что бы делал клуб, если победа была достигнута? Ну, ведь все бы сказали, что купили. Ну, все бы говорили, что купили. Да. А те, кто будет отрезать, говорят, ну, что-то вы понимаете. Ну, как Евсеев, Семин, да. Приехали, локомотив. Свой матч домашний, как на локомотиве. Дело не в этом. Мы все время обсуждаем какие-то не те вопросы. Вопрос в том, что если клуб не может к апрелю подготовить поле, волны с премьер-лиги, друзья мои, это не должно обсуждаться. Нам вешают на уши какую-то лабуду о том, что резиновую крошку нельзя подсыпать в синтетический газон при неплюсовой температуре. Боже мой, как я в кроссовках-то хожу, резиновых, ПП на поле у ретановых, или там какое-то любое, другое, я знаю, не бедно, химическое соединение. Как я в них хожу по зиме, это интересно. Это, ну, кто в это поверит? Какой дебил поверит в то, что невозможно играть на поле, на котором команда тренирует сам Гарр. Каждый день. И признает его совершенно сквозь. И что это, как не проституция, и о чем мы дальше спорим? И все это допускает российская футбольная премьер-лига, на глазах которой, кстати говоря, к черту, до того, что с регламентом, но на глазах у премьер-лиги один клуб с другим в товарно-денежное отношение вне трансферного окна и не по случаю перехода игрока. Это как? Ну, они скажут, они нам не платили. Да плевать, я еще раз говорю, как это может быть вне товарно-денежных отношений? Это называется за гранью разумного сомнения. Юридическая формулировка. Где вы это видели в Англии, где вы это видели в Испании, где вы это видели в Германии? Это ближе Молдавии невозможно вообще. Вот еще в России. Вот и все. И хватит об этом. Это проституция. Специально сказал с другими гласными звуками. Чтобы не пугать Анну Чернавкину? Хорошо, проституирование. Это слово употреблялось в книге, как говорила Сталина, наверняка, в конце концов. Даже кажеская советская мораль, она его признавала возможным. Новости. Да, спасибо большое. Так, галкипер ЦСКА Игоря Кенфеев в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги Европы с Арсеналом иронично ответил на вопрос о том, от кого в предстоящей встрече нужно ждать угрозы воротам армейцев. На вопрос, от кого ждать угрозы, он сказал, надо ждать угрозы и от своих, и от чужих. Вот так. Мы играем не с командой второй лиги. Такой мудрый человек. Да. Это Арсенал, тут от любого игрока нужно ждать угрозы, надо быть просто единым коллективом, собраться и им противостоять, отметил Акинфеев. Единственное, непонятно почему же, он от своих-то решил ждать. Рикошеты. Когда команда защищается большим числом, рикошеты очень возможны. В Лиге Европы? В Лиге Чемпионов или в Европы тоже. Когда команда защищается большими силами своих народов, возникает скопление игроков, рикошеты очень вероятны. Напомним, матч Арсенал ЦСКА в четверг, 5 апреля в Лондоне в 22.05 по Москве. Напомним еще одну вещь, потому что мы прекрасно помним, как долгие годы, каждую неделю в Лиге Чемпионов вспоминали, что продолжается серия, в которой Игорь Акинфеев обязательно пропускает. Вот долгие годы, последним сухим матчем в Лиге Чемпионов Игоря Акинфеева был матч с Лондонским Арсеналом. Кстати говоря, один из лучших матчей в карьере Акинфеева, где он вытаскивался совершенно мертвым мячом. И, кстати, в продолжении темы состоялась пресс-конференция главных тренеров, и, естественно, Виктору Гончаренко не могли не задать вопрос на политическую тему. Он как раз отметил, что на команду не влияет никак сложная политическая ситуация между Россией и Великобританией. Я бы даже сказал, что, как все знают, в составе ЦСКА давно нет ни одного новичка. Тонко, тонко. Как вы думаете, насколько велико давление на Венгера? Задали вопрос Гончаренко. Учитывая, как давно он работает, думаю, он может справиться с любым давлением. Ну а на вопрос о том, что вы думаете о тяжелой политической ситуации, то вот что, процитирую я просто Гончаренко, мы должны думать о футболе и заниматься только этим. Надеюсь, все будут думать о матче, а не о посторонних вещах. Мы тренеры и должны думать о спорте, а не о политике. Приезжайте к нам в Россию на чемпионат мира и убедитесь, что Россия – это прекрасная страна, прекрасные люди и хорошие стадионы, сказал Гончаренко. Ну, правильно. Если сейчас еще думать о политике, то игры не будет никакой, на мой взгляд. О политике трудно не думать вообще, поэтому, что же понятно. Ну, я имею в виду в данной конкретной ситуации, если сейчас вот еще об этом задумываться, и как это может повлиять морально. Да, конечно, наверняка. Я понимаю, в каком контексте был задан этот вопрос. Наверняка ждут каких-то, может быть, провокаций на стадионе, но... Ну, они могут быть, что же делать, такое время же. Юношеская сборная России... Я не думаю, что прям провокация. Может быть, будет какая-то кричалка. Ну, кричалка, я имею в виду вот это. Ну, это не провокация, что же. Кричалки вообще провокативны по своей сути. Не все. Далеко не все, но, тем не менее, жанр такой подразумевает. Если человека довести, мне кажется, любой человек на это способен. Юношеская сборная России по баскетболу... Ты знаешь, что кричали молодому бэккерму, когда он решил подавать угловые на стадионе Энфилд Роуд? Ну, а потом тебе скажу, это не для эфира. Скажем так, поворачивает ли тебе твоя жена во время секса спиной? Ну, что-то в этом роде. Долгие годы кричали. Это провокация? Конечно, провокация, а как же. А свиной голову бросали лучшую фигу. На стадионе Ноукамп. Провокация, конечно, провокация. Ну, что, холодец можно сварить. Неотделимо одно от другого, ну что поделать. А когда, вот сейчас вот будет, был матч, вот сейчас вот наше время между Пасхой и Масленицей, был матч СССР и Динамо, и команда вдруг учили «Москва без мяса». Это же имеет отношение к Великому посту, я думаю. Нет, вот это как раз имеет отношение к Спартаку, который, кстати, пропустил. Провокационное, я считаю, вообще на грани оскорбления чувств верующих. «Москва без мяса», «Великий пост». Как это перекрикливается, интересно? Наоборот, поддержка. Александр Соболю, кстати, забил, закрыли, 1-3. Сократили, размочили. Да, размочили. Юношеская сборная России по баскетболу, где выступают игроки не старше 18 лет, потерпела поражение от команды Италии на международном турнире в Германии. Он считается неофициальным чемпионатом мира в этой возрастной категории. Встреча завершилась со счетом 68-65 в пользу итальянцев. Таким образом, у россиян теперь три победы, одно поражение. И в следующем матче наша команда будет играть с командой США. И, наконец, заместитель председателя Следственного комитета России Александр Федоров объяснил, по какой причине в России введена уголовная ответственность за склонение спортсменов к употреблению допинга. Нарушение антидопинговых правил способствует распространению наркомании, так как часть запрещенных для использования в спорте субстанций являются наркотическими средствами или психотропными веществами, а также могут быть признаны их аналогами. Вот это сказал Федоров. И напомним, что закон об уголовной ответственности за склонение атлетов к употреблению запрещенных веществ вступил в силу в ноябре еще 2016 года. И Федоров подчеркнул, что допинг представляет серьезную угрозу для здоровья спортсменов. С тех пор никого не склоняли. Полкоманда дисквалифицировала. И он привел, собственно, пример, когда в период 75-го по 80-й год более 200 спортсменов умерли после применения запрещенных веществ. Да, с рекомендаем еще не осуществляет этот закон. Скорее всего, это еще были вещества, которые были запрещены гораздо позже. Ну да. Но, тем не менее, закон об уголовной ответственности есть, и теперь еще 10 раз подумали. И доктор есть. Закон, что анапарийские стероиды были долго разрешены. Ну, что поделать им. Спасибо. Это были новости спорта от Анны Чернавкиной. Спорт.ФМ. Будь первым. Ну, а мы поздравляем. Московский «Спартак» с выходом в полуфинал. С выходом, да. Кубка России. Выиграли у Крыльев-Советов со счетом 3-1. Такая уверенная... А на кого выходит «Спартак», ты не помнишь? На классе. Я сейчас посмотрю. А в другом полуфинале играет команда первого дивизиона, если ничего не путаю? Ну, у «Спартака» ему все карты в руки, да. «Спартак» выходит на «Тосно». На «Тосно». Да. Интересная игра. Уже недавно встречались, кстати. Да. Павел Погребняк забил. Мы с тобой, кстати, не обсуждали, по-моему, последний. Вот мы про... У меня выпустят точки пробития, у меня тоже будут шансы. Но надо еще заработать. Да, это правда. Но заработать может и другой. Пенальти. Ну, там Погребняк, кстати, заработал. Что поделать. Мы с тобой не обсуждали прошедший тур российского чемпионата. Думаешь, надо? Ну, все-таки... Косвенно обсуждали. Про Краснодар мы говорили. Да, про Краснодар говорили. Ничья с... Вот вам карма, тоже говорили. Как тебе цель Ростов-ССК? Я как раз смотрел во время Краснодара-Ранжи. Это были параллельные матчи, поэтому Ростов-ССК целый целиком матч я не смотрел. Странный выбор. У меня была такая кампания. Мы собрались... Я... Ну, может быть, выбирать между этими двумя матчами наивно, но просто так получилось, что я вот в этом году толком еще не смотрел Краснодар. Поэтому я и пошел в ту кампанию, где я знал, что буду смотреть именно этот матч. Ну, что ж. Согласись, что поражения «Локомотива» ты не ожидал. Да, конечно, трудно было ожидать, но если ты помнишь, когда мы говорили об этом две недели назад, о том, что игра переносится в Москву, именно а не в Хабаровск, я сказал, что преждевременно говорить о том, что в этом матче будет победа «Локомотива» легкая, потому что Амкар в прошлом году, в частности, выиграл в Москве у «Локомотива». Ну, вообще выездная команда. Ну, да, 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 совершенно верно, это тоже. Поэтому, конечно же, это неожиданность, кто будет сомневаться, но не такой, чтобы очень. Так что Амкар пока что брыкается, Амкар пока что цепляется за Премьер-лигу, и вопреки твоим пожеланиям, вопреки твоим пожеланиям остаться. Я не спешу, я не спешу, тем более, что я еще раз говорю, когда, понимаешь, это как вот, как говорил профессор Преображенский, если мы все начнем мочиться мимо унитаза, в туалете настанет разруха. Если в городе не могут приготовить... Я же вот помнишь, как мы рассуждали года два назад о том, что в томе не могли найти до перерыва оранжевый мяч, да, что команда выходит на поле в маскировочной форме на фоне снега, да, там много всего разных было обстоятельств. Это все говорит о том, что конец приходит, конец неизбежен, понимаете. Но если не могут приготовить поле к апрелю, если о болезних кто-нибудь не заботится и вообще не думает об этом, да, но если Денис Маслов, гендиректор, ну куда деваться? Рано или поздно клуб вылетит ниже, может быть, даже умрет. Василий Уткин, Игорь Катманов. Говорим о футболе. Напоминаю, что в 1-4 финала Кубка России крылья Советов проиграли на своем поле московскому «Спартаку» со счетом 1-3. В составе победителей отличились Зелуиш Квинси Промес и Луис Адриано. У самарской команды забил Александр Соболев. Ну и поздравляем таким образом московский «Спартак», который вышел в полуфинал Кубка России. В хоккее финал западной конференции. ЦСКА стартовала эта встреча. Напоминаю, что СКА ведет в серии 2-1. И пока что вот в этом матче сегодняшним счет не открыт. Ну и «Миланское дерби». «Миланское дерби» началось. «Милан» против «Интера». Очень любопытный матч. А что это за приблуду посреди недели? А там были, помнишь, из-за смерти Давида Астори, все матчи отменены в Италии. Воскресные матчи 27-го тура. И вот их перенесли на «Медвиг». Некоторые накануне состоялись, а вот некоторые играются сегодня. Причем довольно рано, да, получается, по среднеевропейскому времени. Ну, чтобы не пересекаться с Лигой чемпионов. Понятно. Ханданович в воротах у «Интера». Шкринер и Миранда в центре обороны. Концелу Дамброзио на флангах. Гальярдини Брозович. Два опорных и группа атаки к Андре, Варафине, Перешич и Икарди. В общем, состав у команды «Лучано» с «Палетти» без изменений в сравнении с тем, который вышел на матч против «Вероны». И там, напомню, «Интер» крупно выиграл. А у «Милана» тоже. Абсолютно такой же состав, как и в матче против «Ювентуса». Там «Милан» проиграл 1-3. Донна Рума в воротах. Романьоле Банучи, центробороны. Родригес Калабрия на флангах. Абудавентура Монталиева. Кисье. Три центральных полузащитника. И в атаке Челханаглу, Кутроны и Сусо. Напомню, что главный тренер «Милана» Дженаро Гатузо. И вот это поражение от «Ювентуса» было первым для «Милана» в календарном году. И, кстати, уже такая неплохая атака могла получиться у «Интера». Она продолжается. Хороший. Ну да, толком нет блокирован удар. Вернемся к нашим событиям недели, наверное, да? Да, вернемся к нашим событиям недели. Ты сказал, что смотрел матч «Краснодар» Анжи. Да. Как Анжи-то вообще удалось отскочить? Ну, мне кажется, что все-таки этот матч, мы, конечно, не можем уже отрешиться от того, что у него случилось. А случился у него гол на последних секундах буквально перед финальным свистком в исполнении Анжи. Все-таки мне кажется, что большие вопросы по определению состава и управлению игрой в этом матче, как Гриша Алимова. Во-первых, я подчеркиваю, что я не много смотрел «Краснодара» вот в этом календарном году, но меня крайне удивила постановка, например, при том, что в тройке полузащитников находился Шатов, и при этом в тройке нападающих формально справа находился Павел Мамаев. Потому что Мамаев, конечно же, футболист атакующий, но я удивился этому изначально, и ход матча меня в этом убедил еще раз. Ну, Мамаев совершенно не обладает никакой скоростью сейчас, не взрывной никак. То есть на фланге обострить игру с помощью этого качества он никак не мог. И высший вместо него Жуаузиньо, кстати говоря, показал, что можно действовать гораздо более эффективно в этом отношении. Ну и потом все-таки Краснодар, конечно же, мог забивать больше и ввести в счете гораздо более уверенно. В итоге, извините, я тут чихал. Будь здоров. Да, значит, в результате Краснодар не сумел закрепить свое преимущество, как это с ним бывало уже неоднократно, в общем-то, в матчах на своем поле, и в этом году тоже, и упустил победу. А ты изначально вот со скепсисом смотрел на приход Шалимова в качестве главного тренера? Честно говоря, да. Сейчас я могу об этом прямо сказать. Не хотелось об этом говорить раньше, что я питаю к Игорю чувства очень теплые. Мне хотелось пожелать ему успеха. Кроме того, опять-таки, ну, прошло много времени с тех пор, как он до Краснодара самостоятельно руководил командой. Слово «самостоятельно», конечно, можно придираться. Это, ну, только на словах. Я, поэтому могли просто просто изменения какие-то, могло что-то измениться к лучшему. Но уж что получилось, то получилось. Мне представляется, что все-таки, ну, мне кажется, Игорю был недостаточно последователен и систематичен в своей работе. Он мог объяснить любой свой шаг, но мне кажется, что немножечко бросало и жара в холод, и именно отсюда и возникает убеждение многих, что на самом деле Шалимов скорее был не в полном смысле главным тренером, а скорее филд-менеджером в Краснодаре, то есть тренером, который находится у поля. Я не считаю это правильным, но вот эти метания, наверное, укрепляют конспирологов в их правоте. Ну, слухи такие ходят. Такие слухи всегда будут ходить о команде Сергея Галицкого, вне зависимости от того, что в ней происходит. В этом обвиняли бы и врача, наверное, команды, если бы хотя бы один раз Сергей Галицкий вышел на поле с бинтом. Но, наверное, это ему не так интересно. Я говорю за случай об общественном мнении, а не о том, что интересно или не интересно Сергею Николаевичу. Как непосредственно футбол. Пять с половиной минут сыгран в Миланском дерби, там счет не открыт. А ЦСКА тем временем проводит тренировку на Эмирейтс в Лондоне. Так что ждем мы завтра этого матча с большим нетерпением. Это как просто о провокациях. Я вот постоянно нахожусь в переписке. Так уж получилось, что бригада комментаторов матча на этой игре. Тимур Жавель, Миша Масаковский и Нобель. Все мои добрые приятели. Мы постоянно переписываем все эти дни. Вчера даже болтали в прямом эфире в Инстаграме, сколько это было возможно. И насколько я понимаю, там не происходит ничего, что позволило бы заподозрить при уготовлении к каким-то провокациям. По крайней мере они ходят по улицам, разговаривают по-русски. Препасли провокации на саму игру непосредственно, наверное. Ну вот я говорю то, что я говорю. Хорошо. Что еще мы недообсудили сегодня? Арсенал ЦСКА. Шансы ЦСКА. Шансы ЦСКА. Вернемся к Гермионе Грэнджер, которая, как мы обсуждали, Гермиону Грэнджер в ситуации с Леоном. Я говорил тогда, что шанс ЦСКА пройти следующий этап, это если Гермиона, который блестяще владеет закратием Остолбеней, прилетит в Леон, и там применит закрятие игрокам к трем Леону, находящимся на поле. В Лондон долетит? Да, вы знаете, но она в Лондоне живет. Значит, что касается Леона, не сработал мой прогноз, потому что, видимо, чуть раньше в Леон приехал профессор Гораций Слизнарт и сварил на ЦСКА сыворотку «Удача». Потому что «Удача», безусловно, на ЦСКА сопутствовала в этом матче. Сейчас я не знаю насчет планов профессора Слизнарта, но вот Гермиона, я думаю, остается главной надежды ЦСКА. Главной, потому что, насколько я помню, Гермиона жила не в том районе, где борют за Арсенал в Лондоне. И, возвращаясь к русскому языку и нормальному понятийному аппарату человеческому, представленческому, я думаю, что разумных шансов у ЦСКА нет, и, в частности, в этой игре. Поскольку Арсенал, во-первых, на хорошем ходу сейчас, что с ним бывает далеко не по ходу не всего сезона. Он всегда шел волнами, но вот сейчас у него хорошая волна. Кроме того, я думаю, что Арсенал прекрасно отдает себе отчет в том, что у него есть реальный шанс побороться за Лигу Европы. А это означает, не нужно ему качать головой, я знаю про атлетика. Но мы же говорим о том, как Арсенал себя чувствует. Я к тому, что Пролеон то же самое говорил. И накануне матча с ЦСКА. Домашний финал, как правило, не работает. Очень мало кто играет домашний финал. Все хотят, но мало у кого это получается. Значит, и здесь, мне кажется, что все козы в руках Арсенала. Я думаю, что если давать прогноз, а, впрочем, я уже записал его для своего инстаграма, поэтому кто хочет, то его посмотрит. Ну, ЦСКА выиграл, напомню, в Ростове. Ростов пока что, если брать очковые показатели, выглядит неважно. Но, тем не менее, все говорят, что Валерий Карпин работает неплохо. И Ростов играет тоже очень неплохо. Ну, Карпин и есть стиль. Безусловно. Сложный календарь у Ростова. Я думаю, что можно с уверенностью говорить, что в матче с Арсеналом команда победы конечно упустила. Команда играла на победу там. Я думаю, что с Краснодаром, в общем, могла бы по-другому сложиться игра. Там был отрезок в матче, который у Ростова не получился. Вообще была первая игра с Карпиным. Ну, и, на мой взгляд, конечно, не повезло в матче с Зенитом. Я не отмазу, в данном случае, Ростов. Это вообще вот такие пертурбации нормальные для команды, которая находится в стадии становления. Я напомню, что когда Берды их возглавил, Ростов, там тоже вопрос стоял в том, чтобы как-то стабилизироваться и не рисковать вылетом, в первую очередь. Да сейчас вот Рубин, пожалуйста. Да, на будущий год получилась у Ростова совершенно другая история. Борьба за чемпионство до почти последнего тура и потом успешное выступление в Лиге чемпионов. Параллелей здесь не очень много, но, тем не менее, они допустимы. Поэтому вот такая ситуация, когда команде, в которой изменился тренер, появились новые игроки, вот чуть-чуть чего-то все время не хватает, она, в общем-то, нормально объяснима. Вот. А в принципе, по-моему, во всяком случае, ряд проблем, которые перед командой стояли, в смысле постановки. Ведь тренер не приходит в команду и не говорит, ребята, с этого дня будем только выигрывать. Или, допустим, ребята, мы займем шестое место в чемпионате. Ребята тренер приходит и говорит, будем играть так-то и так-то. И это должно принести успех. Вот в частности, мне кажется, что с точки зрения построения игры весьма интересно то, как Карпин построил игру так, что Тимофей Калачев действует без постоянного флангового задания. У Ростова сейчас хороший выбор фланговых игроков, которые могут закрыть край и как латерали, и как защита, и как кто угодно. Калачев действует более разнообразно, более свободно, и это идет на пользу команде и совершенно не меняет ее стиль, как команда, которая активно пользуется краями. А сейчас 100% футбола. Василий Уткин, Игорь Катпанов, 0-0 пока что и в матче ЦСКА-СКА, напомню, это финал западной конференции в Кубке Гагарина. Хоккей, кто не в курсе, там СКА выигрывает в серии 2-1, ну и также счет не открыт в Миланском дерби. Матч итальянской серии А, перенесенный матч 27-го тура, 13 минут уже сыграно. Мы приветствуем в этой студии Анну Чернавкину. Новости спорт, Анна, привет. Да, привет, спасибо. Российский нападающий Монреале Никита Щербак пропустит остаток текущего сезона из-за травмы. В домашнем матче регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги в Сминнипек-Джетс Щербак получил сильный удар по голове. И был вынужден покинуть площадку до конца встречи. После медобследования форварду диагностировали сотрясение мозга. И в текущем сезоне регулярка и россиянин на лед уже не выйдет. Полузащитник Ромы Раджан Ингалан не залечил травму и не выйдет против Барселоны в основе на матч Лиги чемпионов сегодняшней четверть финала. Получил Ингалан травму в 27-м туре серии А играть против Болони, покинул поле. Несмотря на это, Эусебио Дефранческо включил Раджу в состав, который полетел в Барселону. Но, как сообщает Муда Депортива, Дефранческо не хочет рисковать бельгийским полузащитникам и оставит его в запасе, выпустив в основе Лоренцо Пелегрини. Российский лыжник Денис Спецов заявил, что не сможет принять участие в югорском лыжном марафоне, который состоится 8 апреля в Хантамансийске. По словам спортсмена, сезон для него закончен. Информация о том, что я еду на югорский марафон ложная, хотел там выступить, но у меня не получается. В календаре уже стоит участие в фестивале в Сочи. Поэтому сезон уже закончен, отметил Спецов. Ну а югорский марафон, он традиционно проводится с 2013 года. Участники могут выступить на трех дистанциях на выбор свободным стилем. Что же касается Спецова, то я напомню, что на играх в Пхенчхане он выиграл две серебряные медали в командном спринте и в эстафете и бронзу в гонке свободным стилем на 15 километров. Наконец, австралиец Джей Маккарти одержал победу на третьем этапе многодневной велогонки мирового тура «Тур страны Басков». Он преодолел этап протяженностью в 185 километров за 4 часа 49 минуты 39 секунд. Вторым стал белорус Александр Рябушенко. Замкнул тройку сильнейших поляк Михаил Квитковский. Ну а в общем зачете лидерство сохраняет француз Жулиан Аллафилип. Спасибо, это новости спорта были. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Ну а мы, Василий Уткин и Игорь Катманов, общаемся в том числе и с вами. Приходят здесь вопросы на вайбер и ватсап. Кто такая? Гермиона Рейнджер и профессор Слизард. Это из Гарри Поттера. Слизнорд. Слизнорд. Ну я хотя тоже, я не читал и не смотрел. Ну что поделать, всем же быть интересующимся. Столько раз уже слышал это от Василия Уткина, что теперь в курсе. Скоро, наверное, всего Гарри Поттера выучим. Василий, состав Валенсии способен бороться за выход из группы в новом уже сезоне Лиги Чемпионов? Вот тебе вопрос по Испании. Наверное, будет другой состав, потому что несколько футболистов в этом клубе находятся в аренде. В частности, Гедыш, который очень важную роль в команде играет. Я думаю, что какие-то футболисты могут Валенсию покинуть, поэтому, в общем, как-то наивно, наивный вопрос. Надо понять, чем будет Валенсия располагать. Давайте об этом в августе поговорим. Кстати, мы очень мало уделили внимания... Сейчас, важно, извини, я продолжу, что Валенсия, и это видно в том числе и по неровному выступлению команды в сезоне, в первую очередь не располагают глубину состава для того, чтобы играть большее количество матчей. Вот и ответ на ваш вопрос. Мало уделили внимания Севилья, но Севилья произвела очень неплохое впечатление на меня лично, во всяком случае. У Севильи вообще проблема с попаданием вверх кубковую зону, в принципе, в Лигу Чемпионов ее уже не попасть в этом году. Ну, я имею в виду, вот матч и вот предыдущий, понятное дело, с Манчестер Юнайт, это сейчас Бавария. Севилья одна из лучших кубковых бойцов в Европе, а в Испании это просто лучше. Она же еще и в финале кубка играет, напомню, с Барселоной. Да, несмотря на то, что там новый тренер. Ну, да, 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 совершенно верно. Минченца Монтелла, но, как бы, вот эта кубковость, она, как ни странно, никуда от Севильи не ушла. Там тренеры вообще довольно часто менялись. Там не менялся долгие годы спортивный директор, но спортивный директор это такая профессия, которой, особенно работая вместе с человеком, можно учиться. Спортивный директор, которым сейчас не особо довольны в Роме. Ну, они, наверное, ждали от него большего. Наверное, они ждали, что сейчас Рамон Монча придет и Рома сразу станет чемпионом. Или еще что-нибудь выиграет. Ну, мне кажется, что это такая команда, как Рома. Ну, они, во-первых, недовольны тем, что он за Тешева продал Салаха. Ну, знаете, иногда выиграешь, иногда проигрываешь. Они же ведь тоже разрешили эту сделку. Как так или иначе администрация клуба. Ну, Рома, которая последние лет семь, наверное, была грелкой для костей игрока Перестарка в лице Тоти. В общем, на самом деле, не должна думать, что сейчас вот бац, и все начнется по-другому. А Тоти, кстати, до сих пор ездит везде, по-моему, с Ромой. Так это пожалуйста. Это пожалуйста. Даже в раздевалку заходит. Очень хорошо, прекрасно, в качестве символа клуба, живого, как угодно. Символа клуба просто нужно на поле выходить. Вот и все. В качестве символа. А это правильно вообще, вот когда вот такой игрок, понятное дело, великий, но вот есть же тренер, а там вот... Ну, если в клубе так заведено, в каждом клубе есть свои особенности. У Рома клуб с традициями, никуда не деться. И Тоти, возможно, самый такой лонгплей в истории Рома. Ну, почему бы и нет? Хотя... Команда привыкла, состав изменился не сильно, по сравнению с прошлым годом. Может быть, им важно видеть Тоти. Ну, какая разница? А почему, на то взгляд, так много поклонников у Тоти, даже среди неболельщиков Ромы? Ну, потому что люди экзальтированы. Потому что с Тоти легко придумать себе кумир. Он харизматик. Он действительно был выдающимся игроком долгие годы. Никогда не был ведущим игроком лучшим игроком Италии. Никогда не был лидеросборной Италии. Но, тем не менее, разумеется, для Ромы это часть истории. Если вы болеете за Рому, то потом он красавец, в конце концов. Ну, что ж, подходит к концу программы. Он римлянин в полном смысле этого слова. У него римский нос, у него римские черты лица. Такого классического древнего римлянина. Он родился в Риме, да. Да? Василий Уткин, Игорь Катманов. Это была программа 100% футбола. Но мы к вам еще вернемся на матчи Лиги Чемпионов 21-45. А пока передаем слово Алексею Золину и Артему Дроздову.